СКОПЛЕНИЕ МЕЛКИХ МИРНЫХ РЫБ Скопление мелких мирных рыб на дне реки обязательно привлечет внимание всевозможных хищников. На открытом месте это будут в первую очередь судак и крупный окунь. Всем известна привязанность судака к стаям леща. Но если в реке будет много платвы, то судак обязательно будет сопровождать эту стаю. Судаку не свойственна избирательность питания. У него нет предпочитаемых видов жертв. Основу его меню составляет массовый и, самое главное, легкодоступный корм в данный момент времени. В целом же справедливо правило, что судак, предпочитающий массовый мелкий корм, следует за ним по водоему или активно разыскивает скопление мелких рыб. Его перемещение во многом определяется перемещением стаи платвы, леща или других объектов питания. Но в то же время это правило имеет многочисленные исключения. Бывают периоды жизненного цикла, когда судак уходит в такие места, где жертв нет и кушать нечего. Щука также не упустит возможность использовать скопление платвы в своих гастрономических целях. Только основное место расположения хищницы будет не на открытых участках, а в зарослях водных растений. В отличие от судака, щука не совершает больших миграций, особенно в летний период. Большая часть ее жизни проходит на относительно небольшом участке, площадью 1-2 квадратных километра, где щука активно перемещается в пределах своего участка от мелководья на глубину и обратно. Особенно активно она патрулирует местность вдоль охотничьих зон, например, вдоль полосы растительности или вдоль подводной бровки. Повадки щуки меняются с возрастом. Молодые щуки весом до 3 килограмм предпочитают мелководья и заросли высшей водной растительности. С увеличением массы до 5-6 килограмм щука начинает перемещаться на более глубокие участки. Самые крупные особи предпочитают простор и глубину. Однако это правило справедливо для сезона открытой воды. В зимнее время, особенно в период ледостава, даже очень крупная щука выходит на мелководье. В любом случае для комфортного существования щуке необходимо обилие корма, удобное место для засады и хороший кислородный режим. Щука довольно капризна в отношении содержания кислорода в воде. Поэтому она стремится уйти в более прохладные участки водоема, в том числе и к местам выхода грунтовых вод.